Может ли диаметров быть для конечного множества больше, чем точек в этом множестве? Нет. Нет. Потому что я эти точки ставлю и положу между ними диаметры. Например, когда три точки, у меня три диаметра может быть. Меньше. Больше не может быть, потому что между тремя точками больше, чем три отрезка не бывает. Да. Когда, например, четыре точки, я могу сделать и четыре отрезка. Можешь привести пример, когда четыре точки и четыре диаметра? Да. Вот сердце. Вонишь немножко. Прямо здесь? Да. Да. Я выделяю. И так, что это за треугольник такой? Равносторонний треугольник. Равносторонний треугольник. Причем вот этот штрюк может быть где угодно на этом. Важно, чтобы он сравнивать три отрезка. Каждый обрезок 60 градусов. Ну, конечно, да. Вот пример, когда четыре диаметра, да? Да. Так можно делать пять точек пять диаметров. Просто вот сюда добавил еще один отрезок. Ну да. Точек на дуге можно взять сколько угодно. Поэтому может быть, что количество диаметров совпадает с количеством точек. А может ли быть диаметром больше, чем точек? Нет. Почему? Для любого количественного множества точек количество диаметров, которые там, в принципе, возможны, не превосходит количество точек. Как это доказать? А, смотрите, когда у меня, например, три точки было. То диаметр не больше, чем три, это я понимаю. Нет, ну, в смысле, когда из одной выходило три отрезка или больше, то тогда из другой точки выходил один отрезок. Да, и что? То, что, если смотреть на граф, то количество ребер, это будет, надо будет сложить степень вершины, потом надо будет разделить все на два. Ну, это, конечно, верно, да, в любом графе так. Количество ребер это половина суммы степеней вершин. Ну, и что? База индукции есть. База индукции замечательная. Когда две точки, когда три точки, когда три точки. Пойми, для ка. Для, ну, припозже, это что? Для ка мне есть, я говорю, для ка плюс один точек. Как? Если для ка не делаем, то рассмотрим опять два случая. Какие? Когда из одной точки выходят два отрезка. Когда из точки выходят два или меньше отрезков. Это один случай. И другой случай. Или три или больше. Когда есть точки, из которых выходит три или больше. Да, хотя бы. Отлично. Ну, давай, сначала случай. Есть точка, откуда выходит три или больше. Что тогда? Тогда я могу, как мы уже видим, стереть этот отрезок вместе с этой точкой и ничего не изменится. Ну, то есть, из точки а выходит максимум один диаметр. На остальных ка точках диаметров не больше, чем ка. А если я прибавлю еще один отрезок в точку, то точек будет не больше, чем к плюс один. Точек будет не больше, а ровно к плюс один. А отрезков не больше, чем к плюс один. Так, все. Этот случай разобрали. Дальше. Когда из точки выходят два отрезка. То есть, из одной точки выходят два или меньше отрезка. И то. Когда из всех точек. Еще раз. Какой случай мы только что разобрали? Когда есть точка, из которой выходит три или больше. Причем разобрали мы его очень забавно. Мы поняли, что если из какой-то выходит три или больше, то обязательно найдется точка, из которой выходит только один. Да. И ее-то мы временно отбросили. Сказали, что в оставшихся не больше, чем ка. Отрезок не больше, чем точек. Ну да. А значит, когда мы ее вернем, то тоже вернемся максимум один отрезок. Отлично. И теперь какой случай надо разобрать? Если ситуация, когда есть три или больше, мы уже разобрали. А теперь разберем ситуацию, когда есть точка, из которой выходит... Неверно. Ты просто не понимаешь логику. Если мы разобрали ситуацию, когда есть точка, откуда выходит три или больше, то осталась такая ситуация. Когда из всех точек выходит два или меньше. Совершенно верно. Когда нет точки, у которой три или больше, то есть на самом деле из каждой точки выходит не больше, чем два диаметра. И что же тогда? У нас здесь конечное множество точек, из каждой выходит два или меньше диаметра. Если я посчитаю, сколько из каждой выходит, то я получу двойное количество отрезков. Посчитаю, сколько выходит из каждой точки диаметра. И что ты делаешь с этими числами? И потом разделю на два. Для каждой точки я посмотрел, сколько диаметров из нее выходит. Что ты делаешь потом с этими числами? Сложу. И что? После этого сложенные числа я разделю на два. Так, значит, я сложила разделенное два. И вот это число будет... Сложить все... Ну, в любом графе. Количество ребер, это... Это... Надо сложить степень всех вершин. Да. И, ну, так как одно ребро, он соединяет два конца, ну, поделитесь, то есть... Совершенно верно. И если все степени не больше, чем два, то... То... То все степени будут не больше, чем количество точек, можно, наверное, на два. То сумма степеней не больше, чем количество точек, умножить на два. Значит, когда на два разделишь, то получится... Количество. Не больше, чем... Точек. Количество точек. Количество точек. КОНЕЦ. КОНЕЦ. КОНЕЦ.